Приветствую вас дорогие друзья Евгений Гордеев из города Героя Смоленска Друзья мои Я хочу рассказать вам историю Страшную историю Которая показывает Как в нашей любимой стране В России Может в одну минуту В одну секунду В одночасье Трагически измениться Человеческая судьба До этого ровненькая, счастливая С предсказуемым будущим Но мгновение ока Все рухнуло Покатилось вниз И неизвестно Кто в этом виноват Айдыс Чендегир Уроженец Тувы Он воспитал сына Рекордсмена В свои 16 лет Его любимец Его гордость Тамерлан Чемпион России По классическим шахматам Среди юниоров Тамерлана приняли В Санкт-Петербургское Суворовское училище Он решил пойти По военной стезе И Семья Не отправила его одного А вся семья Чендегиров Переехала Вслед за Тамерланом В Санкт-Петербург Из Уван-Уде Это Бурятия Все шло Благополучно Ничего не предвещало беду Талантливый Морнишка Успешно учился В Суворовском Готовился К предстоящим Шахматным турнирам Родные и близкие Были рядом А это и отец И мать И бабушка Мать Этого Главы семейства Айдиса Ну вот Настал Тот Поворотный пункт В судьбе Который Перевернул Счастливую жизнь Этого Простого Российского семейства 16 декабря Прошлого 23 года Случилось Страшное И непредвиденное Айдис Вдруг почувствовал Резкое недомогание Вызвали скорую Его Мгновенно Значит Решили везти В больницу До больницы На скорой Его сопровождала Мама Вы знаете Как это в больницах Делается В приемном отделении Осмотры Анализы То да сё И лишь 12 часам Ночи Его определили В палату В нефрологическое отделение Отделение Нефрологии Это с почками Знаешь что-то Видимо связано Как считали Врачи Определили В палату Где было Человек 10 Мама Говорит И мама 12 ночи Половночи Вернулась Домой Оставив Сына В больнице На попечение На лечение Врачей Это Мариинка Знаменитая Мариинская больница Питерская Городская А дальше Ситуация Развивалась Непонятным Странным И даже Страшным Наверное Образом Прошла ночь А наутро Семья Объявили Что Их Глава Семейства Айдис Выписан Из больницы За нарушение Режима То есть И он куда-то исчез Домой он не приехал Нигде его нет На телефонные звонки Не отвечал Исчез Загадочно То есть Ни в больнице Нигде Более его С того момента Не видели Семнадцатого Будем так говорить Декабря Прошлого года Выписан За нарушение Режима Так значится По медицинским документам Но Когда Родные Стали в больнице Разбираться Им там Озвучили На словах Будем так говорить И другую версию Что Айдис Сбежал сам Из больницы По непонятным причинам Ничего никому Не объясняя Куда-то Сбежал И все Его нет Они вынуждены Были составить Хоть какой-то документ И составили То есть Он провел Считанные часы В этом Больничной палате Отделение Нефрологии Между тем Когда семья Стала Разбираться Когда они Сами Стали искать Разговаривать С людьми В том числе И с теми Кто лежал В палате Вместе с Айдисом То Им стало Известно Что Ночью Айдису Стало Ночью Вот 16 18 декабря Айдису Стало Совсем Невыносимо Плохо Он Вставал В скрывать И хотел Так сказать Видимо К врачам Идти Дежурным Но Падал Дважды Удалялся Головой При этом И вот Родные Рассуждают Слух Журналистам Говорят И как можно Поверить Что через пару Часов В таком Состоянии Зимой Без одежды В одних Тапочках Так сказать И в пижаме Или в Калатике Он Сбежал Куда-то Сбежал Из больницы Без документов Без всего Это раз А во вторых В больнице Это есть охрана На посту Где охрана Турникет Есть Они Поговорили Родственники И с заведующим Отделением Женщина Там Она Факты Ухудшения Состояния Здоровья Айдиса И падение Его там Ударение Голова Отрицает Полностью Она заверила Что Видеонаблюдения В больнице Нет И отследить Путь Они Хотели Значит Чтобы Отследили По видеокамерам Куда он пошел И как он Вышел Из больницы Или нет Сказала Заведелим Нет Нет У нас Видеонаблюдение Нет Никаких Камер Нет Отследить Невозможно Таким Таким образом Ясно Родным И близким Было Одно Что Утром 17 декабря Его Видели В последний Раз В тот же День Поисковый Отряд Лиза Но У родственников Он не Он не Он не Посинел Не Позеленел Так Азельный Шкаф Какой-нибудь Может быть Есть Или что-нибудь Там В этой больнице Может быть Какими-то Препаратами Его Накачали А которые Способствуют Мумификации Тела Не знаю Сейчас У семьи Одна Неприятная Страшная Противная Но Нужная Для выполнения Задачи Понять Что же Стряслось Что случилось Почему Их родной Человечек Ушел Вот таким Страшным Образом Почему Его тело Валялось В подсобке Среди Мусора Тереть Тряпок Ведер Швабр И прочего Так сказать Клама Журналистам Удалось Получить Комментарий От больницы Из объяснений Персонала Больницы Следует Что Пациента Айдысов Привезли Избитым В состоянии Опьянения А он Ни с кем Не дрался А он И грамма в рот Не берет Не пьяница Понимаете Нет Вот надо Значит сказать Вот какого Его страшного Привезли Значит Еще один Удар Нанесли По матери По Тамерлану По жене По семье В целом Выставили Так сказать Пьяницей Который Где-то С кем-то Дрался Которого Избили И вот А на следующий День Этого Пьяницу Избитого Значит Мы Вынуждены Были Выкинуть Из больницы Выписать Поскольку он Такой Секой Нарушал Режим Таким образом Он По их версии Не должен был Были больницы А Его уход Администрация Расценила Как отказ От медицинской помощи Мы теперь За него Типа Не отвечаем А где Распись Скажи Я отказываюсь От медицинской помощи Самовольно Ухожу Не хочу Я здесь находиться Нет ничего Вот Короче Его Выписали По версии Администрации Больницы Родных Об этом Уведомили Ну родных Я так представляю Уведомили Потому что Они с утра Узнали Что А это Если в больнице Нет Но как же При этом Тело оказалось В подсобке Вот Основной Вопрос На этот Вопрос У Администрации Больницы У медиков Никаких Объяснений Нет Да и Нужны ли Эти Объяснения Ведь Труп был найден Через полтора Месяца После выписки Понимаете Выписали Семнадцатого Утром А через полтора Месяца Труп Нашли А По камерам Вот сейчас Через полтора Месяца Посмотреть уже Невозможно По видео Ну были Уже Те записи Стираются Там И новые Пошли Понимаете Еще Из определенного А тогда Можно было Когда они Обратились За в отделение Нефрологии Отделение Нефрологии Заведующий Можно было Но им сказали Что видеокамеры У нас нет А оно Оказывается Есть Просто Невыгодно Было Показывать Что он Никуда Из больницы Не уходил Не исчезал Да Как бы то ни было Как бы то ни было Но случай Согласитесь Друзья мои Вопиющий Трагический Скорее всего И преступный Недавно К разрешению Этой загадки Подключились Власти Тувы Откуда родом Как я говорил Айдис Чандыгар Обмуцмен По поручению Главы Республики Владислава Хвалыга Обратился К председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину С одной только Просьбой Провести Тщательную Проверку По факту Гибели Айдиса Чандыгара Че тело Обнаружено Было В подсобке Городской Бариинской Больницы Аналогичное Обращение Было направлено Обмуцмену Санкт-Петербург Светлане Агапитовой И мы Как и семья Айдиса Надеемся Что виновных Установят И накажут Но только Только Это называется Бить по хвостам Человек Это Человек Это Хорошего человека Семьянина Воспитавшего Чемпиона России Из юниоров По шахматам Тамерлана Не вернешь Человека Сыну отца Жене Мужа Матери Сына Не вернешь Две версии Друзья Я для вас Только что озвучил Первая Это Айдис Нарушил Больничный режим И был выписан А вторая Айдис Самовольно Покинул больницу Но позвольте мне Сказать И свою версию Она Такая И скорее всего Так оно И будет Так оно и было Айдис Скоропостижно Скончался В результате Не оказания Медицинской Помощи Или оказания Ненадлежащей Помощи Или возможно В результате Получения Травм При Вот этих Вот падениях О которых Говорят Его Однополатники Но если Даже Травма Черепно-мозговая Тоже Помощь Должна Быть Оказана Может быть В другом Отделении Мирохирургическом Еще Каком Но она Может не Была Оказана Или Ненадлежащим Образом Оказана И он Скончался А дабы Избежать Ответственности За смерть Пациента Медики Конечно Сведомо Начальство Составили Фальшивые Документы О его Выписке В результате Нарушения Режима А затем Может быть И неоднократно Уже так Делали Что-то Слишком у них Шустро Все получилось Затем Прятали Тело В условиях Где оно Ну В условиях Содержания Где оно В условиях Окружающей среды Где оно Мумифицировалось После чего Перенесли Тело В подсобку Откуда Вместе С мусором Со всяким Намеревались Видимо Его Вывезти Куда-то На свалку Или Захоронить Когда потеплеет Весной Может быть Но Не успели Тело Нашли Я не знаю Каким образом Родные И близкие Вот Нашли Тело Или же Нашли Какие-нибудь Санитарки Или там Сообщили Родным И близким Ну вот 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 Мумифицированное Тело Нашлось Вот такая Моя версия Друзья А как Вы считаете Как вы Вообще Оцениваете Вот эту Ситуацию Ведь это Может Случиться Не дай бог С любым Из нас Или же С членами Нашей Семьи Наших С нашими Родными Близкими Друзьями Знакомыми Это же Страшно Понимаете Когда Когда Мы обращаемся За помощью Медицинской Обращаемся К тем Кто Давал Клятву Гиппократа Клятву Российского Врача Кто Долгие Годы Учился Учился Не как Прятать Трупы А учился Как Оказывать Человеку Помощь Спасая Его Жизнь Спасая Его Жизнь А В итоге Получается То Что Получила Семья Айдейса Чендегара Это Это Не поддается Никакой логике Понимаете Никакому Осознанию И я буду Счастлив Буду рад Если Следователи Опера Установят По минутам Что же случилось С Айдейсом Кто Тот Мерзавец Который Ну Не оказал Или Помощь Медицинскую Или Неквалифицированную Помощь Оказал И Самое главное Еще Потом После этого Вот Таким Вот Страшным Способом Скрывал Свои Проколы В медицинской Практики Будем Ждать Будем Ждать С нетерпением Конца Этой Трагической Истории С вами был Евгений Гордеев И Славного Города Героя Смоленска Друзья Как Сделать Так Чтобы Не попасть В лапы Мерзавцев От Медицины Как Сделать Так Чтобы Уберечься От Людей В белых Халатах Которые Творят Такое Я Не знаю Я Не знаю И Друзья Прошу Не забывать О нашем Приюте Катывасе 67 Огромное Спасибо Тем Кто оказывает Нам Помощь Кстати Вот Уже Несколько Дней К сожалению Как Такой Помощи Не поступает И Это Очень И Очень Заметно В нашей Вот В жизни Нашего Приюта Очень Заметно А у нас Прибавилось Два Члена Кошачьей Семьи Огромный Плюшевый Котяра Голубой Веслаухий Шотландский Шотландец И Девочка С вогнутым Таким Лицом С носом Между Голозами Каждый День Приходится Промывать Личика Потому что Дыхание Затруднено Есть И даже Трудно Так что Друзья Прошу Проявить Доброту Милосердие И в наше Трудное Время Не отказать Нам Посильной Для вас Помощи Для 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 Которого Привязана Карта Бирбанка Нажали Кнопочку И Мира Нам Всем Продолжение следует... Продолжение следует...